Новости Большого Города на Средней Волге Теперь до конца апреля в регионе продлили режим самоизоляции Энергия здорового города Городские власти проверили, как соблюдается санитарная безопасность на ТЭЦ Дикие козлы и дикобразы на улицах городов Израиля Эксклюзивный репортаж из Бат-Яма Когда самоизоляция – это твой образ жизни Покажем, как в Эверском монастыре готовятся к Пасхе Режим самоизоляции в Самарской области продлен до 30 апреля До этого времени по-прежнему запрещено гулять в парках и лесах Школьники и студенты также продолжают дистанционное обучение до конца месяца Это решение принял губернатор Дмитрий Азаров На заседании регионального оперативного штаба По предупреждению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции О внесении изменения в свое постановление Глава региона рассказал сегодня утром Обращаясь к жителям области в своем инстаграм-аккаунте Мы сделаем все возможное для того, чтобы предотвратить угрозу распространения вируса Но этих усилий будет недостаточно, если к этому не присоединитесь вы Каждый житель Самарской области Еще раз хочу попросить о том, чтобы вы берегли себя Берегли здоровье своих родных и близких людей Своих детей и своих родителей Кроме того, на территории региона усиливается въездной контроль С конца марта каждый прибывающий через вокзал и аэропорт Не только из-за рубежа, но и из других субъектов России Получает специальную памятку о порядке своих действий И заполняет анкету Сведения из которых поступают для контроля уполномоченные органы Которые будут проверять соблюдение 14-дневного режима самоизоляции Особый контроль устанавливается за въезжающими в регион и на автомобилях На трассах организованы пункты контроля Где сотрудники Росгвардии, МВД и волонтеры Также будут раздавать памятки, измерять температуру И заполнять анкеты на всех прибывающих Также в постановлении губернатора вносится пункт Об обязательной ежедневной уборке в многоквартирных домах Сегодня COVID-19 в Самарской области выявили еще 13 человек На данный момент в регионе зафиксировано 63 случая заражения коронавирусом 15 человек выздоровели и были выписаны Один сегодня в Тольятти, двое больных в тяжелом состоянии Оба имеют сопутствующие заболевания Под медицинским наблюдением остается 660 человек Еще у 116 диагноз не подтвердился Пандемии не повод накапливать коммунальные долги Власти Самары призывают горожан ответственно подходить к счетам А вот насколько тщательно самарские энергетики относятся в эти дни к санитарной безопасности Сегодня проверил заместитель главы Самары Владимир Василенко О выводах расскажет Сергей Кизоркин За четверть века работы Наталья Голубева Такой строжайший режим санитарной безопасности На предприятии видят впервые Уже на проходной каждый сотрудник обрабатывает руки дезинфицирующим раствором Надевает медицинскую маску А специалист по охране труда Измеряет температуру тела тепловизором При любом подозрении на заболевание Рабочего отправляют на больничный За 25 лет это впервые Вот такие профилактические мероприятия Сейчас, понятное дело, обстановка в стране Сама напряженная в связи с коронавирусом И в целях предотвращения заражения вирусной инфекцией На всех рабочих местах у нас присутствуют пульверизаторы Которые позволяют нам обработать руки Позволяют обработать рабочие поверхности Специалисты отдела охраны труда Регулярно беседуют с рабочими О профилактике коронавируса Раздают брошюры На стенах висят агитационные плакаты Ремонтные бригады Не контактируют с персоналом за пультом Дезинфекция помещений Оборудование территории станции Производится ежедневно Проверить, все ли меры соблюдаются на предприятии Приехал первый замглавы города Владимир Василенко Директор компании рассказал, что самарцы Без тепла и горячей воды не останутся Станция будет работать в любом случае У нас создана резервная смена из руководителей подразделений, которые в случае, если их не допустят до смены, оперативно придет и заменит их на рабочие места Но для того, чтобы этого не было, у нас и введены строжайшие меры контроля за состоянием здоровья персонала В Самаре заканчивается отопительный сезон Впереди подготовительные работы Чтобы на них были средства, самарцы должны вовремя платить по счетам От этого зависит, будут ли теплыми квартиры будущей зимой В любом случае, значит, мы победим этот коронавирус Войдем в нормальное русло И все равно за энергоресурс платить нужно Его накапливать долги, а потом думать, как заплатить Понятно, что процедура, она предусмотрена Что если вдруг кто попал в сложную ситуацию жизненную Это точно предусмотрено И идти нужно в социальные службы И здесь есть компенсация Пока горожане счета оплачивают регулярно 92% жителей платят вовремя Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, События С понедельника сдаст тест на новую коронавирусную инфекцию Можно будет еще в одной самарской клинике Но не спешите записываться Сделать это можно будет только по направлению врача Где именно откроется лаборатория, расскажет Мария Левина Несмотря на режим самоизоляции в регионе Профилактику по другим заболеваниям никто не отменял Все больницы государственные и частные работают в штатном режиме Людей меньше не стало, рассказывает Денис Сгирский, врач-травматолог В больнице обстановка спокойная У нас на входах, на всех входах в стационар Пациентов осматривают, проверяют И если есть какие-то подозрения на температуру Либо кашель, пациент, конечно, не разрешает проходить дальше в стационаре Поэтому обстановка достаточно спокойная Здесь в стационаре пациентов много И мы работаем в плановом режиме По поручению президента Владимира Путина Частные клиники привлекаются для того, чтобы в случае необходимости Оказать помощь больным коронавирусной инфекцией В одной из дни государственных клиник Самары Для этих нужд подготовили свыше 60 койко-мест в хирургическом и лор-отделениях Мы раньше оказывали помощь в экстренном порядке Только пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения 7 дней 24 часа И абдоминальной хирургии Сейчас у нас развернуты дополнительные койки для оказания еще экстренной помощи Обычный рентген не всегда может обнаружить новый вирус Говорят врачи Точную диагностику может обеспечить компьютерная томография Но нельзя забывать, что это тоже облучение Поэтому без направления от своего доктора Паниковать и лишний раз ее проходить не стоит В больнице установлено современное оборудование В том числе здесь есть и необходимые для искусственной вентиляции легких аппараты Используется этот аппарат при дыхательной недостаточности При отете ли у этих предпневмониях тяжелых Когда не может человек сам обеспечить своим дыханием Доставку кислорода к органам и тканям Самоизоляция она пока дает какие-то результаты Я вот всем настоятельно рекомендую оставаться дома И соответственно разорвать эту цепь И было приятное распространение инфекции Чем быстрее она разорвется, тем нам всем будет проще С понедельника в дорожной поликлинике начнут брать анализы На новую коронавирусную инфекцию По направлению от врача Мария Левина, Василий Калдашов, События Мы продолжаем рассказывать, как пандемию переживают в других странах Наша коллега Елена Равдель Которая когда-то работала на самарском телевидении Вот уже два года с супругом проживает в Израиле На карантин эта страна ушла с начала марта Число заразившихся превысило 12 тысяч человек Но несмотря на ограничения, с которыми сейчас приходится сталкиваться люди По мнению Елены, жизнь и настроение израильтя не сильно поменялись Разве что они стали ближе к природе А природа к ним Да, улицы городов безусловно опустили Мы живем в Батьяне, здесь довольно протяженные набережные Большие пляжи И как вы видите, за мной сейчас практически никого нет Друзья прислали нам видео из своих городов Там примерно такая же картина Улицы городов пустые Люди стараются соблюдать режим изоляции И как можно меньше выходить на улицу Закрыты крупные торговые центры Детсады, школы, театры, кафе, рестораны Парикмахерские салоны красоты Даже синагоги Но здесь живут довольно открыто Распахнутые настежь окна Громкие разговоры по телефону Очень много музыки и очень много общения Выходить можно Нужно выходить в магазин ближайший В аптеку Ну и гулять с собаками Но только кто же вам считает Сколько раз в день вы туда вышли И на какое расстояние от дома вы удалились гуляя с собачкой Люди, конечно, выходят погулять Но когда их становится много Приезжает полиция и довольно громко Эмоционально разгоняет нарушителей Кстати, пользуясь тем, что на улицах меньше людей И мало машин стали посещать города дикие животные В Кайфе это кабаны даже иногда с поросятами В Тель-Авиве и Рамадгане это шакалы В Бершеве это гиены В Иерусалиме очень много дикобразов И в Илате это горные козлы Сло заболевших пока растет Это, конечно, не разно Но среди наших друзей и многочисленных знакомых заболевших нет Продукты есть все и в неограниченном количестве Единственное, что при входе в магазин Вам могут измерить температуру Елена Равдер, Бадья Мазраи Специально для телеканала Самара ГИС В пасхальные праздники Общественный транспорт в Самаре будет работать в режиме выходного дня Дополнительных рейсов не будет ни по городу Ни в направлении кладбищ Последние вообще закрыты для посещения Священники же рекомендуют верующим Пасху отмечать дома Чтобы не допустить распространения инфекции Сейчас в храмах и монастырях идут последние приготовления к празднику Олег Зверев увидел, как это происходит в новых условиях По церковному учению Сегодня самый скорбный день в году Весь православный мир ждет воскресения распятого Христа Монастырский устав предписывает полное воздержание от пищи В Иверском монастыре Самары Идут последние приготовления к Пасхе Все 49 дней поста монахини провели в усиленной молитве и труде Работали творческие мастерские Ремесленные и художественные традиции В монастыре бережно хранили во все времена Монахини-вышивайцы создают вот такие шедевры Декоративно-прикладного искусства И одна из последних картин Снятие со креста и положение спасителя во гроб Работа над ней длилась последние 10 лет Вынос плащаницы одно из центральных богослужений Страстной Пятницы Пока они носят траурный характер А уже завтра ровно в полночь раздастся возглас Христос воскресе Праздничные атрибуты уже готовы Ежедневно монахини проводят дезинфекцию Протирая иконы, мощевики и витрины медицинским спиртом Готовились весь пост духовно И, конечно, идет подготовка такая Вообще связанная даже с этой болезнью страшной Нам приходят всякие указания Что нужно где-то там соблюдать Что-то надо где-то предохраниться От страшной этой болезни И мы, конечно, все это стараемся соблюдать Все предписания У прихожан еще будет возможность прийти в храм А пока время домашней молитвы Один из самых авторитетных проповедников Профессор богословия Алексей Ильич Осипов Дает рекомендации, как правильно поступать в этот период Мы в условиях изоляции, в которые попали сейчас Ничего не теряем, если дома Дома постараемся Или подключиться к какому-то богослужению Потому что это всегда на Пасху богослужение передается Или у нас есть уже какие-то записи В интернете есть уже записи пасхальные Вот, и все это прослушать Если дома человек вот так сможет Сможет действительно помолиться Когда слышит богослужение Участвует, все У него действительно дом-храм Оказывается Оказывается действительно домашняя церковь Трансляция пасхальных богослужений Будет организована на многих телеканалах И интернет-ресурсах Самаргиз покажет службу в Софийском соборе На Пасху транспорт в Самаре Будет ходить в режиме выходного дня С большим интервалом Кладбища будут закрыты На подъезде к ним организовано дежурство ДПС Тем более, что посещать места захоронений на Пасху Не христианская традиция Олег Зверев, Константин Головин, Василий Колдашов События В канун Великого христианского праздника Самарские волонтеры разводят подарки для пенсионеров В списке несколько десятков адресов Свой кулич вручил и Сергей Кизоркин Волонтер Виктор Киселев Сегодня сменил амплуа с телефониста на курьера Утром он принимал звонки от пенсионеров Которые просили к празднику Пасхи привезти куличи Режим самоизоляции не позволяет им выходить из дома А после обеда Виктор отправился по адресам Развозить подарки Один из хлебозаводов города Помог организовать акцию «Мы вместе» Пенсионеры были удивлены оперативностью Самарских волонтеров Некоторые растерялись Другие проявляли осторожность И просили оставить пакет с куличами возле двери Но были и те, кто радостно встречал гостей Впечатления, конечно, самые добрые и благодарные Что может быть еще в ответ? Чтобы сделать приятное пенсионерам Усилия объединили волонтеры двух организаций Ресурсного центра и молодежки ОНФ Когда ты видишь отклик в глазах людей Когда ты перевозишь, они со слезами на глаза говорят Спасибо большое, потому что кроме как на вас Рассчитывать просто не на кого Просто я, ребята, выходим Смотрим на друга просто в тишине Потому что это действительно очень С одной стороны тяжело морально, эмоционально Но с другой стороны очень приятно С каждым днем заявок становится все больше Растет и армия волонтеров В добровольцы записались еще 40 человек Сергей Кизоркин, Николай Пифанов, События Когда помощь людям в приоритете Самарский волонтер помогает пенсионерам Хотя у самого не все в порядке со здоровьем Владимир Максимов разводит добровольцев Который доставляет продукты тем, кто сейчас оказался В непростой жизненной ситуации Волонтер Владимир Максимов из-за трудностей со здоровьем Не может ходить, но его это не останавливает В желании помочь другим Он разводит продукты и лекарства для пенсионеров Часто покупает их на свои деньги К волонтерскому движению Владимир присоединился Две недели назад Говорит, увидел объявление в соцсетях И сразу же откликнулся Ведь опыт работы добровольцем уже есть Раньше Владимир преподавал детям С ограниченными возможностями Основы компьютерной грамотности Я не испытываю гордости за то, что я спасаю человечество Это работа Я для себя просто Я очень серьезно отношусь к работе Я для себя построил Это моя работа Если это моя работа, я должен ее выполнять Число обращений от пенсионеров, которые сейчас не могут выходить из дома, растет Поэтому у добровольцев каждая машина на счету Раньше волонтерам приходилось идти пешком или вызывать такси А теперь есть автоволонтеры И можно больше заявок в день выполнить И это просто удобнее И в том плане, что можно брать большие заявки Теперь в которых огромное количество продуктов будет Напомним, что каждый пенсионер может обратиться за помощью в волонтерский штаб Для этого достаточно позвонить по телефону, указанному на экране Если же вы хотите пополнить ряды добровольцев То сделать это можно с помощью сайта МыВместе2020.рф Нужно просто оставить заявку Андрей Горгуленко, Семен Безгинов, Максим Гусев События Проселась руку помощи тем, кто сам каждый день помогает людям Самарским волонтерам вручили топливные карты, маски и антисептики С добровольцами пообщался Анатолий Головко На протяжении нескольких лет Наталья дарит тепло и заботу людям Которые оказались в трудной жизненной ситуации Сейчас она помогает пенсионерам, находящимся на самоизоляции Вместе с единомышленниками девушка разводит горячие обеды И лекарства жителям Волжского района Наталья признается Люди, которые получают помощь, ежедневно говорят волонтерам добрые слова И благодарят за поддержку Благодарят, что мы не оставляем их Благодарят, что мы оказываем им внимание Потому что помимо благотворительной деятельности Для людей пожилого возраста Очень важно именно внимание Сегодня автоволонтеры получили подарки Топливные карты для заправки машин И средства индивидуальной защиты для работы с пенсионерами Сегодня в Волжский район мы привезли от нашего федерального штаба из Москвы Маски, антисептики Для того, чтобы еще больше обезопасить наших волонтеров Так как они все-таки подвергаются небольшому риску При взаимодействии с другими людьми В Волжском районе работают 92 волонтера Каждый из них прошел обучение И получил сертификат для оказания помощи людям Наши волонтеры разводят продукты Наши волонтеры покупают вещи первой необходимости Для граждан, которые не могут сделать это самостоятельно И для граждан пожилого возраста В каждом из 15 поселений Волжского района Есть свой небольшой волонтерский штаб Добровольцы работают ежедневно И готовы оказать помощь нуждающимся в любой момент Чтобы связаться с волонтерами Необходимо зайти на сайт проекта «Мы вместе» Или позвонить по телефону горячей линии Анатолий Головко, Николай Епифанов, События Многодетным семьям региона выдают ноутбуки для дистанционного обучения По поручению губернатора Дмитрия Азарова Компьютерная техника обеспечит 162 семьи региона В которых воспитываются 4 и более детей С первыми получателями техники пообщалась наша съемочная группа Алексей Александрович, передаю вам ноутбук Пожалуйста, пользуйтесь Компьютер для семьи Алексея Сивакова – вещь незаменимая Сейчас четверо детей учатся дома И одного ноутбука им мало Идут уроки практически в одно время у всех И, конечно, тут огромное подспорье То, что нам вручили вот этот компьютер Теперь, конечно, мы будем вдвое быстрее успевать все делать Оказать поддержку многодетным семьям поручил губернатор Дмитрий Азаров Теперь с домашними заданиями будут справляться быстрее Глава семьи признается, эта поддержка очень своевременна И такой помощи Сиваковой очень рады В настоящее время мы провели анализ всех имеющихся ресурсов Посмотрели на все наши возможности Перестроилась работа учителей Налажены самые разные каналы взаимодействия с нашими детьми И с нашими семьями учебы идет И ноутбук, который сегодня передали от губернатора Для организации дистанционного обучения Конечно же, окажет очень большую помощь Для эффективной организации учебного процесса в данной семье В Самарской области продолжает действовать режим ограничительных мер Школьники по-прежнему учатся дистанционно Но не у всех многодетных семей есть дома компьютеры Лариса Шалафас, Николай Сидоров, События Самарцы смогут оформить сертификат на маткапитал без личного обращения После рождения ребенка документ будут выдавать автоматически Подавать специальные заявления больше не требуется Специалисты пенсионного фонда сами получат необходимые данные из ЗАГСа Самое главное, семья должна быть зарегистрирована В электронных сервисах пенсионного фонда Либо на портале государственных услуг Если это еще не сделано, то необходимо зарегистрироваться Чтобы при возникновении права эта услуга была оказана Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок Оформление сертификата и еще одно нововведение Чтобы более оперативно направлять материнский капитал на погашение кредитов Соответствующее заявление можно будет подавать непосредственно в банк Минуя пенсионный фонд Положительные эмоции по рецепту врача Команда больничных клоунов записала видеообращение к своим подопечным В обычные дни они приходят для того, чтобы поднять настроение больным и престарелым людям Поддержать их в болезни, помочь поверить в исцеление Сейчас в режиме самоизоляции сообщение перешло в электронный формат В целительной силе доброй улыбки удостоверился Олег Зверев Александр Константинович подопечный пансионата для пожилых людей Но для клоунов он просто Шурик Раньше они приезжали к нему в гости, теперь новый вид общения С первых минут онлайн разговора на лице дедушки появляется улыбка Пара добрых шуток и мир становится светлее Сами себя они называют особыми клоунами В команду пришли по призванию дарить людям добрые эмоции, а значит и здоровье Александр Кучеренко тоже Шурик, только по другую сторону монитора Он профессиональный менеджер, а в свободное время любит веселить людей Я зайду, я посмотрю на вас, я увижу ваш взгляд, я улыбнуюсь То есть вы немножко так посмотрите на меня, а я улыбнуюсь А потом так... Подойду и обниму Вот, и многие, ну, они настолько они удивляются Вот все там серьезные, а тут заходят такой радостный А у меня в душе, я хочу подарить, понимаете, я хочу отдать И он принимает это, и он сразу на мою волну переключается Я прям чувствую, что прям происходит какой-то коннект И хорошее настроение не покинет больше вас В этом корреспонденты убедились на собственном опыте Эмоциональная поддержка – это так важно, особенно для больного человека Слово «можно исцелить недуг» И старый, и малый чувствует, что в радости болезнь отступает Вот поэтому особые клоуны навещают больных детей Воспитанников детских домов, пожилых в пансионатах И всех, кто обратится к ним за помощью Кому в этой жизни важно не остаться в одиночестве И сейчас наша задача – это видео... Мы отправляем видеосообщение в больницы Мы... Также у нас около 120 детей примерно Которых мы... именинников Которых мы поздравляем с днем рождения Это дети ДЦП Из многодетных семей и малоимущих детей Мы их поздравляем и ездим к ним по домам Поздравляем их с днем рождения Но сейчас мы не можем приехать домой И мы записываем видеопоздравления Благо, что сегодня информационные технологии Позволяют удаленно войти в каждый дом Достаточно позвонить по телефону, указанному на экране Врачи говорят, что эмоциональная терапия – важнейшая составляющая лечения Но сейчас в команде особых клоунов всего 24 участника Для подготовки таких волонтеров в Самаре откроется специальная школа Команду приглашают всех оптимистов, имеющих свободное время и желание Подарить людям счастье и здоровье Олег Зверев, Николай Сидоров, События В Самарской филармонии помыли две тонны хрусталя Речь идет о легендарных люстрах, которые украшают фойе Сначала их опустили вниз на специальной лебедке А затем помыли с помощью парогенераторов специальным раствором Огромные каскадные люстры весом около двух тонн Каждая более 30 лет назад, в 1988 году Еще до открытия современного здания филармонии По хрусталикам собирали самарские энтузиасты Студенты, школьники, сотрудники Куйбышев горпроекта И главного архитектурного планировочного управления Сегодня 4 месяца по 7-10 человек ежедневно нанизывали 30 тысяч хрусталинок Роскошное убранство требует соответствующего ухода Обычно хрустальные люстры моются во время каникул Когда артисты Самарской филармонии в отпусках Ну а в этом сезоне, по известным всем обстоятельствам Связанным с пандемией коронавирусной инфекцией Процесс клининга перенесли на время вынужденного карантина Сотрудники филармонии сами сняли на видео процесс Который обычно публика не видит На этом наш выпуск завершен Мы рады вам сообщить, что число просмотров в нашей программе на Ютьюбе Превысило 23 миллиона Подписывайтесь на наш телеграм-канал Оставайтесь дома, будьте здоровы, удачи вам И обязательно увидимся Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»